Операция АЭСТ. Одесситы принялись спасать пернатых, которые по графику вернулись из теплых краев. Но из-за нетипичных для конца марта морозов не могут прокормиться. Волонтеры в фейсбуке сообщили, что погибнуть могут десятки птиц. Они мерзнут и голодают. Активисты решили объединить свои усилия и отправились на помощь. Спасать пернатых поехала и наша съемочная группа. Они искали аистов вместе с активистами до трех утра. Подробности знает моя коллега Дарья Сметанко. Аисты в беде. В социальной сети фейсбук забили тревогу. Во льду замерзает стая аистов. Публикация набрала больше тысячи перепостов и несколько десятков тысяч комментариев. Неравнодушные одесситы обрывали телефоны спасателям и перечисляли деньги на покупку рыбы для птиц. Клич в интернете, помощи закинули волонтеры. Ехала я мимо и увидела, здесь очень много было этих аистов. Они стояли кто в воде, кто на берегу. Их было такое количество, но мне показалось, что около ста. Голодные, холодные. Уже около полуночи десятки людей лично приехали спасать пернатых. По словам активистов, аисты находятся посередине водоема, но добраться туда можно только на лодке. Ее у нас нет. Мы попытались сократить путь и пройти к водоему с другой стороны, но дорогу нам преградил забор. Аистов мы так и не увидели. Она говорила, что она спускалась от остановки и шла 600 метров где-то вдоль самооставка. Но замерзла, ноги промокли. Поиски оказались безуспешными. Орнитологи предположили, что аисты мигрировали в другую область. Они двигаются на северо-восток и просто были вынуждены остановиться. Вероятно, как только погода немножко вот сейчас наладилась, они двинулись дальше, скорее всего. Возможно еще такой вариант, что их могли спугнуть люди. Но скорее всего, судя по тому, что утром их там уже не было, их там не было обнаружено, птицы просто полетели дальше. Дарья Сметанко, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.